Сегодня глава Чувашии подписал указ о бесплатном проезде участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц. С 3 по 12 мая этого года они смогут бесплатно воспользоваться услугами железнодорожного и автомобильного транспорта. Оформить проездной билет можно, обратившись в кассу с документом, удостоверяющим личность. Сегодня в Чебоксарах появилось еще одно общественное движение – Комитет за честные выборы. В его составе члены общественной палаты, ветеранских объединений, Совета женщин республики и журналисты. Таким образом, организаторы хотят призвать политические силы к честной избирательной кампании, которая пройдет в республике в этом году. Как известно, 13 сентября в Чувашии, как и по всей России, состоится единый день голосования. Сейчас в республике появилось множество печатных и интернет-изданий, в которых публикуется некорректная, а порой и ложная информация о возможных кандидатах. Собравшиеся решили мониторить и социальные сети. Лица молодежи готовы и заниматься в социальных сетях, и мониторингом, и донесением всей данной информации до нашего комитета. Среди собравшихся были и те, кто не раз участвовал в выборах различных уровней, избирался главами местного самоуправления и депутатами. И не раз сталкивался с нечестной агитацией и провокациями. Игорь Кашаев, председатель Союза ветеранов Афганистана, считает, что тот поток информации, который сейчас вываливается на будущих избирателей, мешает им сделать выбор. Уже сколько газет раскидывают по почтовым ящикам, я даже свою почту не вижу. Подсовывают какие-то газеты, непонятно про что даже читаешь, про какую страну пишут, регион про какой. То есть неизвестные какие-то вещи, люди ведь читают все это дело и думают, что действительно так. Чтобы всего этого не происходило, вот мы сегодня собрались для того, чтобы взять какой-то общественный контроль, наверное, можно сказать. Потому что мы тоже как-то участвовали в этом деле, чтобы выборы проходили честно. Инициативная группа решила, что в ближайшее время будет составлено обращение к политическим силам и СМИ с призывом вести честную борьбу и честно освещать выборы. Нашей главной задачей является не поддержка кого-то из кандидатов в руководителя республики или какой-либо партии или общественной организации. Наша задача главная, чтобы все, кто идет на выборы, вел честную, открытую борьбу. Продолжение следует...